Привет! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Новый день и новые скандальные события. Германия попалась на утешке секретных переговоров о войне в Украине. Канцер Германии Олаф Шольц пообещал в субботу провести полное расследование после того, как в российских социальных сетях была распространена запись конфиденциальных армейских переговоров о войне в Украине, что стало большим конфузом для Берлина. В пятницу была размещена 38-минутная аудиозапись, на которой офицеры немецкой армии обсуждают возможные удары по Крыму. На записи слышны разговоры о возможном применении украинскими войсками ракет Таурус немецкого производства и их потенциальном воздействии. Обсуждался также вопрос использования ракет, предоставленных Киеву, Франции и Великобритании. Напомню, Киев уже давно требует от Германии предоставить ему ракеты Таурус, которые могут достигать цели на расстоянии до 500 км. Шольц пока отказывается посылать ракеты, опасая, что это приведет к эскалации конфликта. То, о чем сообщается, очень серьезный вопрос, и поэтому сейчас он расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро, сказал Шольц во время визита в Рим в субботу. Немецкая телерадиокомпания ARD назвала утечку «катастрофой для немецких секретных служб». По данным журнала Der Spiegel, видеоконференция проводилась не в секретной внутренней армейской сети. «Если эта история окажется правдой, это будет весьма проблематичным событием», заявил политик от партии «Зеленых» Константин фон Нотц. В свою очередь эксперты, комментируя скандал с утечкой разговоров немецких офицеров, предупреждают, что у России может быть еще больше перехваченных разговоров с Германией. Обычно успешные операции по прослушиванию телефонных разговоров не придаются огласке, чтобы не навредить источнику. Так сказал экс-глава германской внешней разведки Аугуст Ханнинг. Эта утечка может быть лишь верхушкой айсберга. Такого же мнения придерживается и ряд других экспертов по разведке. Также по поводу этого скандала высказался и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». Тина Хрупала полагает, что канцер ФРГ Ола Шольц должен поручить министру обороны Борису Писториусу уволить военных, которые угрожали безопасности Германии. Об этом он написал на своей странице в Икс. И пока полным ходом идет расследование этого скандала, в Германии машинисты объявили новую забастовку. В Германии машинисты проведут новую забастовку, поскольку переговоры об оплате труда и графике работы сорвались. Машинисты грузовых поездов начнут свою забастовку в среду вечером, а пассажирских – в четверг утром. Ожидается, что забастовка продлится 35 часов. В профсоюзе отметили, что после срыва переговоров забастовка была неизбежна. Одним из ключевых требований ГДЛ, которое Deutsche Bahn не собирается выполнять, является сокращение стандартной продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов при неизменной оплате труда. А тем временем немецкие депутаты получили максимальное за 28 лет повышение зарплаты. Сейчас в Бундестаге заседают 735 депутатов. С 1 июля их содержание повысят на 6%, до 11 227 евро в месяц до вычета налогов. И это крупнейшее повышение оклада законодателей с 1996 года. Вырастут и депутатские пенсии после одного четырехлетнего срока в парламенте. Каждый народный избранник будет получать 1122 евро в месяц. Чтобы добиться такой пенсии, среднестатистическому немцу нужно проработать почти 30 лет. А тем временем не дремлят и климатические активисты. Члены группы климатических активистов последнее поколение в субботу утром облили оранжевой краской фасад немецкой канцелярии. На фото, опубликованном группой, видна надпись «Помогите ваши дети», написанная большими буквами, а также многочисленные отпечатки рук. Берлинская полиция уже расследует инцидент и задержала 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет для проверки их личностей. Полиция начала расследование по подозрению в повреждении имущества. Активисты призывают немецкое правительство выполнить свои обязательства перед молодым поколением в связи с изменением климата. Однако не только у климатических активистов есть претензии к Германии. Никарагуа официально подала заявление в Международный суд против Германии, обвинив ее в неспособности предотвратить геноцид палестинцев в секторе газа. И в том, что она способствовала совершению геноцида. Ну а нам с вами остается следить за развитием этих событий. Такая ситуация, но идем дальше. А тем временем в ФРГ обсуждают обязанность просителей убежища трудиться. Округ Залы Орла в Тюринге стал первым ФРГ, планирующим ввести обязательное трудоустройство для просителей убежища. Согласно опросу РНД, еще несколько земель высказались за аналогичную инициативу. Несколько федеральных земель Германии высказались за введение обязательного трудоустройства для беженцев – просителей убежища в своих округах. За это выступили в частности Саксония, Анхальд, Шлезвиг-Гольштейн и Бавария. Инициатива Тюрингии в данном вопросе вызвала горячие дискуссии. Напомню, просителям убежища, проживающим в совместном жилье, должны предлагать общественную работу за пособие в размере 80 центов в час. Если они отказываются, их социальные пособия могут быть сокращены. Это заявление вызвало острую дискуссию и критику со стороны ряда общественных и правозащитных организаций. На данный момент федеральные земли не пришли к общему знаменателю по этому вопросу. Например, министр труда и социальных дел земли Саар Магнус Юнг выступает за то, чтобы беженцы были трудоустроены, но исключительно на добровольной основе. В свою очередь, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман поддержал реализацию на местах уже существующих положений законов РГ о модпомощи просителям убежища. Министерство внутренних дел земли Саксония Анхальт придерживается того же мнения. Его представительница пояснила, что возможность трудоустройства – это инструмент, который дает возможность людям, которым еще не разрешено работать, избежать бездействия. Берлин, Бранденбург и Гамбург отреагировали на предложение об обязательном трудоустройстве беженцев негативно. Эти фальшивые дебаты об обязанности трудиться служат лишь ложному представлению о беженцах, которые не хотят работать, заявила министр социальных дел, здравоохранения, интеграции и защиты прав потребителей Бранденбурга Урсула Ноненмахер. А все, что вы думаете по этому вопросу, вы можете написать в комментариях под этим видео. А тем временем на украинско-польской границе полная блокада. Продолжают блокироваться все шесть направлений. В это же время Польша пытается решить данную проблему и ведет неформальные переговоры с ЕС об уступках для фермеров. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что они хотят добиться освобождения страны от части правил зеленой сделки и наплыва продукции, которая приведет к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран. По его словам, во время консультации с Украиной в конце марта тема проблемы на границе больше не будет существовать. А удастся ли осуществить эти планы, узнаем в ближайшем будущем.